Созерцая картины Татьяны Потворовой, невольно ловишь себя на мысли, что находишься на цветочной поляне. Флоксы, ромашки, незабудки, сухоцветы и маки. Кстати, именно последние и вдохновили художницу на создание концептуальной выставки. Все началось с обычного пленера. Когда я была на пленере на Украине пару лет назад, мы с художниками писали «Видно монастырь» с макового поля. И я так осмотрелась. Там столько готовых композиций, столько богатства красок и цветов, что не надо собирать цветы в отдельные натюрморты, как-то их компоновать, делать драпировки, дополнять какими-то другими предметами. В общем, все в природе уже готово. И вот, наверное, тогда началась эта серия. И сегодня вернисаж, собранный в единый пестрый букет, радует гостей в зале художественной галереи. Символично, что как и нынешняя 15-я, так и первая персональная выставка Татьяны Потворовой проходила именно в Беларте. По воспоминаниям директора галереи Людмилы Крапивной, это была экспозиция акварели, которая стала для третьекурсницы Татьяны, как, впрочем, и для многих других талантливых художников, точкой отсчета творческого пути. Она очень много работает, очень творческий и энергичный человек и добилась очень больших успехов. На сегодняшний день она член Союза художников Республики Беларусь и член профессиональных художников России. В России, в Москве, она получила пятую категорию «Б» профессиональных художников. Это очень большая заслуга нашей белорусской девочки, потому что пятую категорию присваивают художникам не моложе 35 лет. Она эту категорию получила в 32 года. Поддержать виновницу торжества в ее 15-м творческом отчете пришли родные и близкие – друзья, коллеги по художественному цеху, а также поклонники и ценители живописи Татьяны. В ее адрес звучали теплые слова и поздравления. Был вручен не один букет цветов. Среди гостей сегодня известный брестский художник Анатолий Мереховец, который когда-то учился у Татьяны мастерству и не раз был свидетелем создания того или иного этюда своей коллеги. Большинство работ написано на пленэрах, вживую. Некоторым работам я был свидетелем и видел, как они создавались. Поэтому у меня абсолютно такие теплые, светлые впечатления от Таниных работ. Она большой молодец и большой трудяга. 70-й вернисаж в галерее БелАрт. Некоторые из художников, чьи работы представлялись здесь, давно покинули родной город, уехали учиться за пределы Белоруссии. Но их имена, уже снискавшие славу, нашли свое признание именно в этих стенах. В таких городских оазисах, как БелАрт, где в серые решетки реальности вплетается музыка, где краски будней смешиваются в картины мастеров и обретают иной, более высокий смысл, создается эта неповторимая атмосфера причастности к искусству. И так хочется, чтобы художественная галерея БелАрт продолжала делать открытия. Продолжение следует...